До тех пор, пока человек не стал свану-бхавом, до тех пор, пока он не постиг себя, пока он не живет по бхагаватам, он не может проповедовать бхагаватам. Просто граммофонное пересказывание не поможет, не возымеет действия. Поэтому секретарь Чайтани Махапрабху Сварупа Дамодар рекомендовал бхагаватапора-гия, бхагаватастханы. Если вы хотите читать Шримад-бхагаватам, вы должны обратиться к тому, кто является живым воплощением бхагаватам. В противном случае не может быть и речи о том, чтобы осознать бхагаватам. Итак, Шукадева Госвами получил это учение от своего отца Вьясудевы, Махабхагаваты, и он сам осознал это, свану-бхаву. Что же это за книга? Акхила Шрути Сарам Экам. Акхила значит для всех. Есть множество писаний, много религиозных писаний, особенно веды. Шрути значит веда. Шрути постигают при помощи слушания, не читая. Вы можете постичь принципы вед, даже если вы неграмотны, при условии, что вы будете слушать об этом, воспринимать на слух эту науку. Бог дал вам уши. Если вы постараетесь смиренно слушать, чтобы воспринимать некое знание, это принесет плоды. Смирение. Это осознал Брама, когда встретил Кришну. Он произнес этот стих. Гьяне Праяса Мудапаси Намантеева. Люди, стремящиеся постичь абсолютную истину, опираясь на свою эрудицию, на свои познания, и, гордясь этим, никогда не смогут этого сделать. Нужно отказаться от этой недозволенной попытки постичь абсолютную истину, опираясь на собственное познание. Это невозможно. Кришна, не дешевка, чтобы, упражняясь в философских рассуждениях, вы смогли постичь его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!